Всем ютуберам привет! Значит я изготовил шаблон одного или ферма или ригель или ферма ригель стропильная пара короче шаблон вымерял я полностью одну ногу с посадочным местом с крючком наружу и вымерял градус соединения двух стропил в коньке сделал перемычки перемычка ригель соединение на раздвижение двух ног ну и узнал размер одного стропилы или одной стропилы и теперь по этому размеру делаю все мне надо сделать еще 32 штуки если считать поштучно вот у меня шаблон лежит и по этому шаблону я все вырезаю вот эту всю пачку надо порезать сделать чтобы были вот такие точно как вот вот этот шаблон вот нижняя часть посадочное место наверх на маурват или на обвязку и крючок замок затопления ну а здесь градус соединения торцевой друг с другом пара и вот таким образом я наготавливаю все полностью стропила для пар вот посадочное место и замок на наружу и вот это наготовлю сбивать буду парами и ставить их туда ну а потом уже заниматься монтажом в поле отосу все осталось и так всё Вот таким образом я Наготавливаю каждую стропильную пару Грубо говоря по шаблону сбиваю То есть я не стал тот шаблон снимать Заново замерил Все вымерил Рулеткой померил расстояние Опорных мест И вот такого типажа Выходит у нас Стропильная пара И теперь я набрасываю просто наверх Грубо говоря на мой готовый шаблон Вырезанная уже стропила И сбиваю все у меня Короче все по накатанной Стропильная пара Стропильная пара Стропильная пара И еще что хотел сказать Я думал Их как-то физически Получится сам поставлю эту пару Ну так по одной по одной С лесов Веревка если вытягивать Даже там с Богданом Ну нифига Я ее сам еле поднимаю Я вот эту которую первую сделал Хотел перенести Сильно тяжелая Вроде бы дерево Не сильно мокрое Такое более-менее влажность А тяжелая Сам короче я не поставлю физически Надо будет кого-то попросить На день или на два И поставить их полностью все Наверх Позакреплять там как-то Реечками между собой А потом уже Обрешетку Набивать Еще раз повторюсь С тем кто не в курсе Потому что люди добавляются И стропильная пара Ставится на каждую колонну И между колонн То есть получается Через каждых Там 90 сантиметров Будет стропильная пара Также у меня часто спрашивают Стас как вы боретесь с жарой В нынешнее время Да ну как Разными путями Если говорят Грубо говоря Там у меня не сильно жарко В газоблочном сарае Там вообще даже прохладно Там нормально И в этом не сильно жарко Крыша там с пенопластом Утеплена не сильно Жарко просто что маленький Так само в тех сараях Они кирпичи ракушка Или швакоблок Тоже более-менее нормально А на улице после обед Солнце поворачивается И им тут вот этим краем Сильно жарко Поэтому Два-три раза в день Жаркий Час Вот такая вот процедура Подключаю Я их не поливаю Они сами Контролируют Надо им остыть Подлезть чуть-чуть Не надо Просто Пятак охладит Ну вот Кому надо Ложиться под струю Кому не надо Просто кушать В корыто Давай Умоем И я выключу Оно буквально Минут десять И всю воду Впитывает в землю есть Два-тью Промнение Два-тью Оно Субтитры сделал DimaTorzok